Юлии Кумариной 15 лет. Она учится в 9 классе и готовится к выпускным экзаменам. С 10 лет Юлия занимается волонтерством и входит в региональную команду активистов, первые на Волге. Недавно она решила пройти обучение в городском проекте «Школа вожатых-2024». Это много новых знакомств, опять же таки. И та атмосфера, в которой я работаю, в которой мне комфортно и приятно. «Школа вожатых» открыла свои двери для новых учеников. В этом году произошел самый большой набор. Освоить профессию захотели 105 человек. Обучать ребят будут педагоги, которые на протяжении пяти лет готовят подростков к работе в детском лагере. Это очень приятно, когда ты слышишь прекрасные отзывы, всегда со страхом, с таким легким волнением. Отправляешь ребят, например, в другую организацию помочь или отправляешь с другими коллегами в лагерь. Но потом они приезжают счастливые, довольные и рассказывают, какие знания хорошие мы дали ребятам, насколько они успешные, все у них получается. Занятия начнутся с 9 января следующего года и будут проходить пять месяцев. Для получения сертификата ученики школы должны будут сдать экзамен и разработать детскую игру на определенную тематику. Темой этого года стала финансовая грамотность. Лучших выпускников трудоустроят в летние лагеря при помощи молодежного центра «Самарский». Даже если ты не будешь аниматором или ты не будешь педагогом, ты все равно будешь понимать, по какому принципу, каким законам строятся отношения в коллективе. И это тоже тебе поможет в жизни. Подростки во время своего обучения проходят мастер-классы. От настольного тенниса до столярного дела можно освоить даже элементы рукопашного боя. Мне кажется, что это очень интересно, ведь человек должен развиваться в разных сферах для себя, не стоять на месте. Школа вожатых – не просто место, где обучают профессии. Это целое комьюнити, где ребята могут попробовать себя в разных направлениях и стать наставниками для своих ровесников. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Петр Паломеев. События.